Ситуация последних месяцев наглядно показала, какую роль играют цифровые технологии в нашем обществе. Работа в режиме онлайн различных предприятий, банков и офисов, общение людей через интернет, с одной стороны высветила проблемы отрасли коммуникаций, с другой обозначила задачи. Об этом говорили на совещании в Доме правительства. В дискуссии участвовали и специалисты сферы IT-технологий. Основные векторы движения войдут в индивидуальную программу социально-экономического развития Чуваши. Пандемия доказала, что цифровизация экономики – это очень актуальная задача. Поэтому, подчеркнул депутат Госдумы России, председатель Высшего экономического совета Чуваша Анатолий Аксаков, этот блок должен быть проработан особенно тщательно. Грядущий экономический кризис надо рассматривать как время для новых возможностей, уверен. Подчеркнул, прежде всего надо опираться на сколько там стало, на те люди, которые там работают. Но если есть какие-то возможности для усиления позиций наших, для развития цифровой экономики Чуваши, то, очевидно, мы имеем возможность здесь использовать крупнейшие компании. Основное внимание вузам, где готовят молодые и инициативные кадры. Участники совещания поддержали идею создания в регионе центра компетенции в сфере информационных технологий. В нем будет сосредоточена вся основная работа по продвижению цифровых технологий, будь то курсу для студентов или ликбез для начинающих. В принципе, все условия есть. Поэтому нам должны просто люди, и, соответственно, чтобы люди были подготовлены, и условия, чтобы компании могли здесь хаститься. Сегодня в республике таких компаний около 400. В них работают 5600 специалистов. Но этого недостаточно. В республике идет масштабная работа по расширению услуг связи. К широкополосному интернету подключаются ФАПы, больницы, школы и другие социально значимые объекты. Министр цифрового развития Михаил Анисимов предложил субсидировать строительство базовых станций. Для IT-предприятий предполагается создание особого налогового режима с ольготными условиями, по примеру других регионов. В программе должен присутствовать четкий алгоритм действий, считает вице-премьер Алла Салаева. Что мы должны включить в программу для того, чтобы решить проблему, и что это даст людям-то? Вот какие проблемы, что нужно сделать, и ожидаемый результат. Алла Салаева поручила завершить разработку плана развития отрасли, предусмотрев в нем все предложения органов власти и профессиональных сообществ. У нового плана цифрового развития республики должны быть понятные ориентиры. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов. Республика.